Поговори со мною Тора Поговорим о Торе Или о законе Моисеевом О том, какую роль он играет И должен играть Или не должен играть Есть разные мнения на этот счет В нашей с вами жизни И тему эту я выбрал не случайно Я выбрал ее, потому что я уверен Что она не оставит вас равнодушным Кем бы вы ни были Будь вы еврей, будь вы христианин Будь вы мессианский еврей Еврейский христианин Или что-то, пятое или десятое Я уверен, тема закона Закона Моисеева Не оставит вас равнодушным Откуда у меня спрашивается Такая уверенность Сейчас объясню Недавно я включаю христианское телевидение И мне попадается один канал На котором идет передача Идет трансляция С служения в одной большой Американской церкви Проповедует один известный В определенных кругах человек И он говорит о том Что Иисус освобождает нас То есть верующих в него От всякого сознания Нашей собственной греховности Может быть это звучит Немножко непонятно Я поясню, что он имеет в виду То есть он имеет в виду Что мы верующие Писание нас называет святыми Писание нас называет праведными И оправданными Так вот мы, святые Божьи Не должны, говорит он Иметь осознание нашей греховности То есть мы не должны думать Что грех все еще присутствует В нашей жизни Что он занимает какую-то Заметную часть нашей жизни И в подтверждении Вот этой своей мысли Он цитирует один стих Из Нового Завета 14 стих из 2 главы Послание к Колоссянам Который в синодальном переводе Звучит так Истребив учением Бывшее о нас рукописание Которое было против нас И он взял его от среды И пригвоздил ко кресту Он это разумеется Ишо, Иисус И дальше проповедник говорит Рукописание Которое Иисус пригвоздил К своему кресту Что это такое? И тут самое интересное Выясняется Что это не что иное Как закон Закон Моисеев Тот самый закон Моисеев Который был Говорит проповедник Против нас Иисус на своем кресте Умирая Будучи Очевидно Распитым В тот момент Когда его распяли Когда он умирал Страдал Он пригвоздил ко кресту Этот самый закон Моисеев Неважно точно в какой момент Он об этом не говорил Тем не менее Факт остается фактом То что он сказал Что закон Пригвожден Самим Господом Ко кресту Почему? Потому что Именно закон Говорит Наш проповедник Вызывает в нас Осознание Собственной Греховности Например Для того чтобы было понятно О чем речь Возьмем Скажем Десятую заповедь Из десяти Заповедей Известных нам с вами Десятая заповедь Говорит Не желай Не пожелай И как только я сказал слова Эти два слова Всего два слова Не желай Мы с вами понимаем сразу Что Ага Мы может быть вспомним А вот Час тому назад Или вчера Я как раз таки Пожелал Пожелал что-то Что желать не должен Все Попался Мне напомнили заповедь Мне напомнили запрет И я тут же обнаружил Что я не соответствую Этому стандарту То есть Что в моей жизни Присутствует Тот или иной Грех Я пожелал Например Что-то запретное Как я после этого Себя чувствую Я чувствую себя Скажем так Не так хорошо Как я чувствовал себя До упоминания О всяких Заповедях Плохо я себя чувствую Чувствую я себя Нечистым Чувствую я себя Грешником Да Вот А Человек Видящий свои грехи Уже не может Смело прийти к Богу Он просто лишен Смелости Для того Чтобы прийти К святому Богу И таким образом Говорит наш проповедник Осознание греха Парализует Твою Веру Оно Душит Твою духовную жизнь И Иисус Решил эту проблему На кресте Тем Что он Пригвоздил К кресту Закон Который И вызывал В нас С вами Осознание Своей Собственной Греховности И Теперь Мы больше Не грешники Закона Больше Нет Мы можем Теперь смело Приходить К Богу Ура Тут все люди В аудитории Показываются Вскакивают Со своих мест Начинают танцевать Ликовать Радоваться Ну а я Переключаю канал И вспоминаю Других проповедников С тем же Самым Посланием С посланием С посланием О том Что закон Моисеев Вреден И слава Богу Что Господь Иисус Христос То есть Мессия Ишуа С ним Якобы Покончил Таким образом Если уж не Все Это по крайней мере Некоторые христиане Определенно Неравнодушны К закону Он им Очень мешает Спокойно Жить Что насчет Евреев С евреями Картина у нас Прямо противоположная Я живу В Иерусалиме И Работаю Там же И От моего офиса Буквально в пяти минутах Ходьбы Находятся Ультра Ортодоксальные Еврейские Районы Там живут люди Для которых Тара То есть Закон Моисеев Это Альфа и Омега Это Начало И конец Их жизни Вся их жизнь В том Чтобы вникать В Тару И соблюдать Ее Заповеди И для этого Они проводят Годы Сначала В Ешивах Где они Изучают Тару А потом Они продолжают Изучать ее Самостоятельно И В разных В общении С другими Религиозными Евреями И конечно же Стараются Исполнять Так как они Понимают Ее Исполнение И в их понимании Тара состоит из двух частей Первая часть Это письменная Тара Которая у нас Записана И есть также Устная часть Вторая часть Той же самой Единой Тары В их понимания Это устная Тара Которую Как они верят Моисей Тоже получил На горе Синай Одновременно С письменной Торой Записанной В нашем Священном Писании В Танахе В Таре Тара К сыну И так далее От учителя К ученикам Вот получается Таким образом Очень интересная Картина Одни пытаются Доказать Что сам Бог Уничтожил На кресте Тару То есть Основное препятствие Для нашего Свободного Общения С ним Другие же Строят Всю свою Жизнь Вокруг Тары И радуются О ней И учат Ее И переписывают Ее От руки И постоянно Перездают Различные Комментарии К ней И стараются Жить по ней И для них Наоборот Жизнь Немыслима Без Соблюдения Заповеди Тары Давайте же Попытаемся Разобраться В том Как следует Относиться К Таре Нам с вами Говоря нам Я имею ввиду Прежде всего Мессианских Евреев Таких Как я Мы верим В Ишуа Мы верим В то что Он Мессия В то что Он Сын Божий В то что Он Бог Человеческой Плоти И при этом Мы остаемся Евреями И вопрос Что же Это значит Практически Наше Еврейство Как Людей Как Евреев Верующих В Ишуа Связано ли Наше Еврейство С Тарой То есть С тем Что в принципе Все евреи Определяют Для себя Как Краеугольный Камень Еврейства Краеугольный Камень Своей Принадлежности К еврейскому Народу Если наше Еврейство Действительно Да Связано С Тарой То вопрос Возникает Каким Именно Образом И Следующий Вопрос Который Тут Обязательно Возникает А что Насчет Наших Нееврейских Братьев И Сестер По вере В Ишуа Они Должны Соблюдать Хоть Какие-то Заповеди Или Ишуа Может быть Действительно Пригвоздил Тару К Кресту Всю Тару Целиком Так что Вообще О заповедях Говорить Больше Не то Что Не нужно А Вредно И неправильно Нельзя Этого Делать Ну и наконец Если вдруг Окажется Что От верующих В Ишуа Евреев И верующих В Ишуа Неевреев Бог Рождает Разного Отношения К Таре То Не получится Ли Что Тара Вносит Разделение Между Нами Между Евреями Верующими В Ишуа И неевреями Точнее Конечно же Возникает Вопрос А не Вносите ли Это разделение Вы Мессианские Евреи Подчеркивая Своё Какое-то Особое Положение Своё Особое Отношение К Таре И В общем Не гордыня Это Короче говоря Не нужно ли нам Мессианским Евреям Просто признаться В страшном Этом грехе Раскаяться В нем И оставить Все эти разговоры Пока Не поздно В общем Вопросов Как видите Много И в поисках Ответов Давайте Для начала Определимся С тем Что Такое Для нас С вами Тара Потому что Для разных Людей Это Разные Вещи Для меня Тара Это Письменная Тара То есть Я не верю В то что На Синае Моисей Получил Кроме Письменной Тары Которая Записана В Священном Писании В первых Пяти Книгах Писания Я не верю В то что Он получил Еще и Устную Тару Почему Я в это Не верю Я не верю В это потому что Для меня Основным Авторитетом Является Писание И в Писании Мы нигде Не видим Никаких Явных Упоминаний О существовании Устной Тары Конечно же В Израиле Как и В любом Народе Постепенно Формировались Не только Законы Написанные Но также Законы Неописанные И эти законы Есть в любом Обществе И евреи Разумеется Не исключение И из этих Неписанных Законов Складывается Традиция Народа И они Передаются Из поколения В поколение От отца К детям И в самом деле В этом самом факте Абсолютно Нет ничего плохого В том что Есть какие-то Неписанные законы Которые Передаются Таким образом От одного Поколения К другому Это просто Часть жизни Отрицать это Было бы глупо То что Такие Неписанные законы Есть То что Есть традиция Еврейская Она есть И вопрос Не в том Есть она Или нет Вопрос Даже не в том Хорошо Что она Есть Или нет Конечно же Она есть И это нужно Просто принять Как факт Вопрос В том В каком отношении Эта традиция Находится С писанием Как она Соотносится С писанием Об этом Об этом Мы вскоре Поговорим А пока Давайте вернемся К самой Таре Точнее Как мы договорились К письменной Таре Давайте начнем Разговор о ней С вопроса О том Как относился К ней Сам Ешо И конечно Прежде чем Выяснять Пригвоздил ли он Тару К своему кресту Давайте посмотрим Как он Обращался с ней До креста Жизнь Ешо Была связана Второй С самого Ее начала Евангелист Лука Пишет Во второй Главе Своего Евангелия Что на восьмой День Его обрезали И объявили Его имя И далее Мы прочитаем Стихи 22 23 И 24 Из Второй Главы Луки А когда Исполнились Дни очищения Их по закону Моисееву Принесли его В Иерусалим Чтобы представить Пред Господа Как предписано В законе Господнем Чтобы всякий Младенец Мужского пола Разверзающий Ложесна Был посвящен Господу И чтобы принести В жертву Повреченному В законе Господнем Две горлицы Или двух Птенцов Голубина Здесь в этих Трех стихах Мы видим С вами Три Ссылки На Тару Три Упоминания Закона В первом Случае Лука Называет Закон Законом Моисеевым В двух Следующих Стихах Он называет Его Законом Господним В 27 Стихе Описывая Встречу Со старцем Симеоном Встречу Родителей Ишо Он снова Пишет Что родители Принесли Младенца Иисуса Чтобы совершить Над ним Законный Обряд Так что Очевидно Что Тара Сопровождает Ишо Самых Первых Дней Его Земной Жизни И Следующий Эпизод Из жизни Ишо Который Лука Описывает Мы находим В той же Главе В стихе 41 Каждый год Родители Его ходили В Иерусалим На праздник Пасхи Когда он Был 12 Лет Пришли Они Также По обычаю В Иерусалим На праздник Обычай О котором Пишет Лука Был предписан Тарой Потому что Пасха Или Песах Была одним Из трех Паломнических Праздников Народа Израиля На который Тара Предписывала Всему народу Прийти В Иерусалим Чтобы поклониться Богу В храме И принести там Соответствующие Жертвоприношения О чем Все это Нам с вами Говорит Все это Нам с вами Говорит о том Что родители Ишуа Относились К Таре Достаточно Серьезно Если уж Не очень Серьезно И Соответственно В таком же духе Разумеется Они воспитывали Своих детей И конечно И конечно же Ишуа Вырос Именно в этом С этим С этим отношением И он Он свободно Если это все-таки не убеждает вас, я приведу для наглядности два примера из жизни Ешуа, которые показывают, что Ешуа был действительно еврей, соблюдавший заповеди Тары. Первый пример очень явный. Матфей в 8 главе своего Евангелия пишет, что когда Ешуа исцеляет прокаженного, он велит ему сделать то, что предписывает делать в таких ситуациях Тара, то есть показаться священнику. Второй пример менее явный, но тоже, кстати, связан с чудесным исцелением. Евангелисты и Матфей, и Марк, и Лука пишут о женщине, страдавшей 12 лет кровотечением, которая исцелилась чудесным совершенно образом. Она прикоснулась к краю одежды Ешуа. С верой в то, что это прикосновение исцелит ее. И вопрос, что это был за край одежды? Соответствующее греческое слово, которое стоит в тексте Нового Завета, очень интересно, это слово кроспидон, и я не знаток греческого, возможно, вы тоже, но это интересно почему. Потому что то же самое слово в септуагенте, то есть в греческом переводе Танаха, еврейской Библии, означает кисть на краю одежды. Это не просто кромку одежды, не просто край одежды, а кисть, которую Тара предписывает мужчинам иметь. Это написано в книге чисел, в 15 главе, стихе 38, и на русский язык это слово еще иногда в Новом Завете переводится так же, как воскрилие. Возможно, вы скажете, а, ну теперь понятно, вот что Ишуа имел в виду у коряев, фарисеев, в том, что они увеличивают воскрилие одежд своих. Да, очевидно, те фарисеи, к которым Ишуа обращается с этими словами в 23 главе Матфея, делали эти кисти очень длинными. Однако, обратите внимание, Ишуа обличает их не в том, что у них были эти кисточки, 4 кисточки по 4 углам своей одежды, которую мы на Ивлите сегодня называем цицит. Они удлиняли эти цицит, чего Тара, в принципе, не требует. Они удлиняли их для того, чтобы произвести более сильное впечатление на людей, на окружающих. А заповедь этой цицит была дана совсем не для этого. И Ишуа выступает не против заповеди, которую сам он, разумеется, исполнял, как мы видим из этой истории о женщине с кровотечением, схватившейся за одну из таких кисточек. Он исполнял эту заповедь и выступал он не против исполнения заповеди, а против превращения этого исполнения в шоу. Итак, первое, что мы должны сказать об отношении Ишуа к Таре, это то, что он соблюдал ее. И в конце концов он сам сказал очень ясно. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля. Ни одна йота и ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Это написано в Нагорной проповеди, основной проповеди Нового Завета, где изложено учение Ишуа Матфея в 5 главе 17 и 18 стихах. Еврейский мессия не мог отменить закон Моисея. Это было бы совершенно немыслимо, потому что такого мессию народ бы просто не воспринимал всерьез. Всем было бы понятно, что это не мессия, если он отменяет закон или если он даже просто сам не соблюдает его. Однако у многих христиан закон Моисея и его соблюдение ассоциируется в первую очередь не с Ишуа. Она ассоциируется с фарисеями или с жизнью, может быть, апостола Павла до его встречи с Ишуа. Ведь Павел говорит о себе, что он фарисей, сын фарисея. И при этом он был очень ревностный в исполнении закона. И поэтому рассуждают люди. Коли Ишуа часто спорил с фарисеями, книжниками и законноучителями и обличал их в самых разных грехах. Это свидетельствует, дескать, о том, что сам-то он был и против закона, и против его соблюдения. До апостола Павла мы с вами еще доберемся. Такую фигуру мы не пропустим. А пока давайте посмотрим, как Ишуа относился к фарисеям и различным неписанным традициям. Об этом наша следующая программа. Оставайтесь с нами. Спасибо. Дорогие друзья, шалом. Мы рады приветствовать вас на нашем веб-сайте Оазис Медиа. В 2013 году, в январе, мы запустили этот проект. И наше желание было выставлять максимальное количество мессианских видеоматериалов, чтобы интересующиеся могли понять, рассмотреть и выучить какие-то аспекты Библии с еврейской позиции. Уверен, что это помогает вам, у вашей веры, чтобы становиться и возрастать, и понимать Писание намного больше. Вместе с этим я хочу напомнить вам, что этот волонтерный, добровольный проект мы ведем, выкладываясь полностью. И лучшие люди работают над ним. Это стоит нам денег. Я не очень люблю просить, но в данном случае обращаюсь к вам с просьбой. Если Господь располагает вас, ни в коем случае вы ничего не обязаны, и вы все-таки захотите пожертвовать 2, 5, 3 доллара, сколько захотите, то при множестве это усилит наши возможности переводить материалы с еврита, давать вам видеть большее количество учений. И я уверен, что это будет благословение и для вас, и для нас. Мы создали такую возможность. Если вы нажмете вот на эту кнопку «Донейт», «Пожертвовать», и войдете в нее, то там будет возможность через PayPal-систему сделать небольшое пожертвование. Это будет благословением. Уверен для нас, уверен для вас. Пусть Бог благословит вас. Спасибо, что вы с Оазис Медиа. Продолжение следует...